Приветствую вас, и, конечно, я не могу точно утверждать, что с вами происходит, потому что мы с вами не работали, и я о вас мало что знаю. Но то, что вы описываете, то, о чем вы говорите, это очень похоже на возрастной кризис. То есть это промежуточный возраст, промежуточный этап, который отделяет один возрастной отрезок. От другого возрастного отрезка. И, по сути, это возрастной кризис. Соответственно, когда вы всю свою жизнь жили по одной идеологии, по одной структуре, по одному какому-то сценарию, а сейчас вам приходится жить уже по другому сценарию, по другим направлениям. Вот. И, соответственно, можно говорить о том, что с вами из-за кризиса вы вряд ли выйдете. Вам нужна помощь, помощь психолога, чтобы вспомнить, кто вы, кем вы являетесь, что вы из себя представляете и так далее. Это важно. Очень и очень важно. Для чего? Для чего? Для чего это важно? Потому что по-другому вы не сможете получить удовольствие от своей жизни. По-другому вы не сможете начать жить без, ну, без, допустим, своих детей, у которых своя жизнь и так далее. Понимаете? Начать нужно, по крайней мере, я вам рекомендую начать, с того, что составляет ваши ценности. Что составляет ваш ценностный массив, ценностный фундамент. Какая вы, ну, вот, в контексте этих ценностей, что эти ценности из себя представляют в вашем контексте именно. Я хотел бы, чтобы вы обязательно на эту тему постарались подумать. Потому как, потому как нужно обязательно помнить, кто вы такая, что вы из себя представляете, что вам важно и что вам ценно. Понимаете? То есть, грубо говоря, от чувства одиночества не надо избавляться. Его нужно, наоборот, принять. Его нужно, наоборот, впустить в себя, пропустить через себя. И понять, что же вам, что же вам оно, это самое чувство, хочет сказать. Что оно пытается на вас донести, какую важную мысль, идею, посыл пытается донести на вас ваше чувство. И вот это самое чувство и нужно как раз таки проанализировать. Что оно из себя представляет, что оно значит и что вам с этим делать. Товарищально очевидно, что у вас идет некое неприятие себя, неприятие себя. Ну, по большому счету. И если вы себя не принимаете, то, естественно, конечно же, если вы себя не принимаете, то о чем может быть речь тогда? То есть, ну, как вы можете, допустим, не чувствовать себя одинокой, если вы себя не принимаете вообще? Ты какую-то часть в себе не принимаете. Вот. Соответственно, с этим тоже нужно разбираться. Грубо говоря, за ваши 49 лет, что вы живете, вы ни разу не проводили уборку в своем сознании, не чистили его, не убирали там. Вот. Квартиру дома вы убираете, да? А у себя в сознании порядок не наводится. Мысли в порядок свои не приводятся. О себе, например, не заботитесь. И начать нужно, пожалуй, именно с того, чтобы заботиться о себе. И подумать, что вы здесь и сейчас можете сделать для себя. Именно для себя что можете сделать? Как можете позаботиться о себе? Что можете сделать для себя такого, чтобы вам было хорошо? Знаете, можно, конечно, заниматься очень многими вещами. Можно заниматься хобби, чем-то еще и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это не принесет вам ничего хорошего, если вы не будете сопоставлять это со своими ценностями. Если вы не будете стараться удерживать в созвучии то, что представляет из себя ваши ценности и то, что вы делаете. Делать нужно в вашем случае не что угодно, не что попало, не абы что, а именно только то, что соответствует вашим ценностям. Именно то, что соответствует вашим взглядам. Именно то, что соответствует вашим идеалам. И вполне вероятно, что за то время, что вы жили для детей, а не для себя, ну вполне вероятно, что вы уже забыли, как это, забыли каково это, забыли каково это вообще жить для себя, заботиться о себе, ну и так далее, и так далее. Знаете, какая штука получается? Неприятная штука, понимаю, но что поделать. Зато, если вы столкнулись с этим, значит определенный порог вами достигнут и значит вы можете что? Могли двигаться дальше. То есть предел ваших возможностей вы увидели, предел своих возможностей вы наметили, теперь вы можете идти дальше. Теперь вы можете двигаться новым путем. Теперь вы увидите свои возможности. Главное этим заниматься. Главное именно вот как раз заботиться о себе. И все. И тогда, я думаю, все у вас будет нормально. Тогда у вас, я думаю, все будет, ну, очень даже неплохо. Естественно, понятное дело, что не сразу, понятное дело, что сразу это не придет. Понятное дело, что потребуется определенная там работа над собой. Вот. Ну, а как? Как по-другому? Все вы же понимаете, что по-другому нельзя, к сожалению. Вот. Поэтому, я думаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь. А если вы, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!